Здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Мария Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Не дня без аварии. На этот раз автомобиль перевернулся в результате ДТП на площади Ленина. Убийство с особой жестокостью из-за ревности житель Сасова поджег себя и еще двух человек. Добрые сердца, Рязанский медуниверситет стал образовательной площадкой Всероссийского форума волонтеров. В центре города вновь произошла серьезная авария. В результате столкновения двух автомобилей «Лады Калина» одна из них перевернулась. По предварительным данным, виновником ДТП стал владелец перевернутого авто. Сотрудники ГАИ разбираются в ситуации. Второй раз с начала этой недели произошла авария, в которой перевернулась машина статистика первого месяца осени. Совершенно не радует. Вот уже приехала реанимация для того, чтобы оказать помощь. 10.08 утра. Центральная площадь города. Ленина. Алена каждое утро проезжает через улицу Синой на работу. На этот раз ее привычный путь омрачило серьезное ДТП, участницей которого ей пришлось стать поневоле. На красный свет просто так решил проскочить, а тут уже поехали. Я уже на зеленый выехала, а он на полном ходу просто летел. Сама толком понять не успела. Ехала на зеленый и без вариантов было затормозить. Выскочила на полном ходу и все. Коленкой ударились, да? Как-то. Что, уши сильные? Ну, да не сильно, ничего не сломано просто. Болит. После осмотра врачи заверили девушку, что серьезных травм нет. Что с ней? Ничего, уши колики. Чего нельзя сказать о ее машине. Передняя часть белого автомобиля «Лада Калина» полностью разбита. Сейчас сотрудниками полиции проводится проверка, которая, как и положено, будет длиться минимум 10 дней. И только после этого установят виновника аварии. Но на видео с регистратора невооруженным глазом видно, что 55-летний житель Шацка, следовавший от площади Победы на площадь Ленина, проехал на запрещающий сигнал светофора. От общения с нами мужчина ожидаемо отказался, но нам удалось увидеть у него следы крови. Скорее всего, порезался разбитое стекло. Врачи тоже не стали комментировать состояние мужчины. С ним находилась женщина. Серьезных травм ни у кого из них, к счастью, не оказалось. Хотя, судя по видео, машина перевернула от удара и протащила по асфальту примерно 50 метров. Именно такое расстояние зафиксировали представители ГАИ между машинами. Радует одно – все остались живы. Нас заверили, если бы водители и пассажир в машинах не были пристегнуты ремнями безопасности, трагедии избежать вряд ли удалось бы. Куда так спешил мужчина за рулем Лады Калины, что не заметил запрещающий сигнал светофора, нам выяснить так и не удалось. Зато ясен итог. Две разбитые машины и чувство страха, которое может испытать человек, переворачиваясь в машине. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Убийство, совершенное общеопасным способом, с особой жестокостью. Сасовский межрайонный отдел следственного управления регионального следственного комитета расследует дело о сожжении трех человек. Подробности трагедии далее. Трагедия произошла 16 августа в городе Сасово, Рязанской области. 45-летняя хозяйка дома с 26-летним сожителем накануне отмечала день рождения. Утром на почве ревности у них возникла ссора. Молодой человек развел в помещении кухни бензин. После чего поджег бензин. Хозяйка дома и сожитель загорелись. Выбежав из помещения на улицу, охваченный пламенем, молодой человек наткнулся на одного из мужчин, который ранее находился с ним в одной компании, незадолго до происшествия вышел из дома. Мужчины упали, и пламя также перекинулось на последнего. Всех пострадавших доставили в больницу с термическими ожогами. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина, ее молодой любовник и их знакомые скончались. Сасовским межрайонным следственным отделом регионального следственного комитета по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью». Обстоятельства произошедшего выясняются. Если окажется, что три человека погибли по вине разлившего бензин мужчины, дело будет закрыто в связи со смертью подозреваемого. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Скрытые пожары, незаконно построенные дома, горы мусора. Природоохранная прокуратура совместно с региональным министерством природы провела проверку национального парка Мещерский. Шокирующие кадры с особо охраняемой территорией в сюжете Дины Исляевой. Проверяли? Нет, не проверяли. А что? Уже построено давно. Строительство на территории национального парка без разрешения запрещено. Однако в ходе проверки природоохранная прокуратура обнаружила жилые дома, которые не только возвели, уже успели подвести коммуникации. Между тем, контролировать, что строится на территории, должны сотрудники заповедника. Вопрос строительства должна быть согласована с мирной природы России. В случае отсутствия такого согласования, отсутствия согласования строительства, должностными лицами национального парка должны быть приняты соответствующие меры реагирования к нарушителям. В настоящее время в связи с установленными фактами строительства на территории, на особо охраняемой природной территории, прокуратурой запрошенной все проводят проверка с целью дачи оценки полноты и законности принимаемых национальным парком мер. Печальная история из состояния природы. Берег озера Белое превратили в свалку. Сотрудники нацпарка обязаны штрафовать тех, кто мусорит, а еще пресекать и факты незаконной ловли рыбы, вести учет изъятых снастей. При изъятии незаконных орудий лова, данные орудия лова должны храниться в специально отведенном месте, ими должны иметь, подвергаются строгому учету и отчетности эти орудия лова. Вместе с тем, в настоящее время прокуратурой установлен факт по предварительным данным расхождения с находящимся на складе национального парка незаконных орудий лова, изъятых, с фактическим учетом их в журнале. На территории одного из озер природоохранной прокуратуры обнаружен пирс, построенный незаконным. Природа пострадала и от огня. Примерно месяц назад здесь произошел лесной пожар, факт которого скрыли. Кроме того, животных в нацпарке кормили зерном, хранящимся в антисанитарных условиях. В помещении обосновались грызуны. По закону их не должно здесь быть. Пока проверка не завершена. По ее итогам природоохранной прокуратуры будет принято решение о наказании ответственных лиц, а также их обяжут устранить выявленные нарушения. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Начальник Управления МВД России по Рязанской области, полковник полиции Сергей Лебедев, вместе с другими руководителями Управления МВД посетили федеральный контрольно-пропускной пункт Затеричный, который находится в Нефтекумском районе Ставропольского края, рядом с административной границей с Дагестаном. Рязанские полицейские несут там службу по полгода. Они выполняют важнейшую миссию по поддержанию безопасности и правопорядка в зоне своей ответственности. Обеспечивают пропускной режим на автотрассе, досматривают автомобили и грузы с применением современного оборудования. Мобильные подразделения патрулируют близлежащие территории. В случае необходимости взаимодействуют с другими подразделениями полиции и правоохранительными органами при проведении специальных операций. В ходе досмотровых и рейдовых мероприятий рязанские полицейские регулярно выявляют и задерживают лиц, объявленных в федеральный и международный розыск. Пресекают попытки провоза через пункт огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов, наркотиков, фальсифицированного алкоголя. Задерживают похищенный автотранспорт. Проблема с пробками еще не решена, но появилось новое. Качество полотна далеко от совершенства. На Солочинском мосту сейчас идут работы по укладке асфальта. Покрытие, по словам автолюбителей, далеко не идеальное. Сейчас на мосту работают всего две бригады. Одна демонтирует ограждение, вторая срезает покрытие. Ремонт подошел к финальной стадии, когда деформационные швы привели в порядок и начинают укладывать асфальт. Как сообщил региональный Минтранс, на последнем участке эстакадной части моста, состоящего из 15 пролетных строений, проведут работы по нанесению тонкослойного полимерного покрытия. Ну, неровности большие. Я сам работал в мостотряд 22-й, трастку заведовал 30 лет. Все мосты, какие строил, я их построил, прошел на пиццу. Мы его последний раз ремонтировали в 2008 году. Но тоже не особо хорошо. Вот в этом плане качество. Ну, а что там конкретно не так? Швы или покрытие? Ну, надо было шлифовать, наверное. Вот они мастику уложили, это новая технология, так понимаю, какая-то у них. Она, наверное, старое покрытие. Мост еще делал нас к рулях, был такой дядечка, начальник строительства. Вот, скорее всего, так. А как она будет держать? Ни-ни, автолюбители относительно качества работы разделились. Большинство отмечают, когда едешь, мост шатается под авто, как временный. Дорога неровная. Да и долго делали. Пробки напрягают, а так ездили все хорошо. Подрядчик обещал исправить неровности полимерного покрытия, но рязанцев больше волнуют два вопроса. Как это скажется на качестве ремонта и не затянутся ли работы дольше отведенного срока? Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанцев призывают своевременно оплачивать электричество. По закону делать это нужно до 10-го числа каждого следующего месяца. В противном случае нарушителей ждут санкции в виде пени или ограничения подачи электроэнергии. В Рязанской городской муниципальной энергосбытовой компании рассказали, как совершить платеж быстрым и удобным способом. Оплатить коммунальные услуги, получить подробную информацию о состоянии расчетов на электроэнергию, узнать правила установки приборов учета. Все это можно сделать в офисе Рязанской городской муниципальной энергосбытовой компании. Посетителей ждут по будням с 8 до 18 часов, а также в субботу с 9 до 14. Главный офис расположен по адресу улицы Радищева, дом 61. Гостей встречает просторный обновленный зал обслуживания. Он оборудован электронной очередью. Правильно сформулировать вопрос и решить его максимально быстро посетителям поможет администратор. Также он подскажет, как воспользоваться платежным терминалом. Для посетителей с детьми оборудован детский уголок. В офисе Рязанской городской муниципальной энергосбытовой компании есть памятки для посетителей. Они помогут эффективно провести время ожидания и бережно расходовать электроэнергию, чтобы избежать лишних трат. Напомним, что оплачивать коммунальные услуги нужно до 10 числа каждого следующего месяца. Сделать это можно в терминалах и офисах КВЦ, интернет-сервисах, банкоматах, а также в офисе компании. Также для удобства пользователей в 2018 году было открыто три дополнительных пункта обслуживания в разных районах города. Они расположены по адресам улицы Станкозаводская, дом 27, улица Советской Армии, дом 13А, улица Татарская, дом 95. Напоминаем, что в случае нарушения сроков оплаты будет взиматься пение. Также за законодательством предусмотрено и ограничение подачи энергоресурса за долги. Это крайняя мера. Прибегать к ней ресурсоснабжающая организация вынуждена, когда иные средства не дали результата. Поэтому сотрудники Рязанской городской муниципальной энергосбытовой компании всегда готовы ответить на вопросы клиентов. Задать их можно и дистанционно. Для этого позвоните по номеру 40 20 40 или 8 800 250 50 78. При этом, если вы обратитесь в нерабочее время, то вам предложат оставить сообщение и контактный телефон. Оператор колл-центра обязательно перезвонит и предоставит интересующую вас информацию. Стоит отметить, что в компании регулярно проводится оценка качества обслуживания. Ведется статистика по темам обращений. А благодаря модернизации работы колл-центра, процент дозвонившихся теперь максимален. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Прошел третий день форума добровольцев Центрального федерального округа. Одной из площадок для проведения мероприятий стал Рязанский медицинский университет. На его базе встретились волонтеры-медики, обменялись опытом и посетили самые разные мастер-классы. Напомню, всего в форуме принимают участие лучшие волонтеры почти из 30 регионов страны. Подробности далее в сюжете. Опускаемся. Тяжело, но очень полезно. Огонь вообще. Супер. Отлично. Могло быть и поменьше. Все прекрасно. Мне очень нравится. Сайкл-марафон стал лишь одной из образовательных площадок Всероссийского форума добровольцев. Рязанский медуниверситет был выбран для проведения не случайно. Здесь важное внимание уделяют именно развитию этой деятельности среди студентов. Здесь работает 18 волонтерских отрядов самой разной направленности. Волонтеры-победы, медики, поисковики и социальные деятели – это далеко не весь список. В 2018 году в ВУЗе появился общественный центр гражданско-патриотического воспитания студентов и молодежи РязГМО. В нашем университете волонтерство, наверное, является основой воспитания. Именно потому, что для медика добровольчество – это, наверное, основа. Основа принципы нравственности и принципы успешной профессиональной деятельности. Потому что без милосердия, без доброты, без такого подвижничества не бывает хорошего врача. Региональный координатор Всероссийского общественного движения волонтеры-медики Анастасия Пашенцева в будущем планирует стать хирургом-онкологом. Она вместе с единомышленниками уже сейчас ведет серьезную просветительскую работу с населением. Рассказывает, что правильное сбалансированное питание и образ жизни способны защитить от многих болезней. У нас есть специальное направление – санитарно-просветительная работа населения. И сейчас мы обращаем внимание населения на наиболее актуальные социальные заболевания, такие как онкология, такие как дефицит йода в нашем регионе, так как мы являемся эндемичным районом. Такая акция у нас есть, как «Соль, йод, акиус бережет». И социально значимые проблемы – это сахарный диабет и артериальная гипертензия. Помимо просветительской работы, волонтеры Рязанского медицинского университета посещают пожилых и маломобильных граждан, помогают детям-инвалидам, посещают больницы, разрабатывают проекты, которые облегчают жизнь многих людей. Они признаются, отдавая свое тепло. И внимания они получают намного больше взамен. В рамках форума добровольцев ребята из разных регионов смогли, как говорится, себя показать и других посмотреть. Обмен опытом и был одной из главных задач. В стенах РязГМУ прошли мастер-классы по организации работы волонтеров в больницах и игротехники в добровольческой деятельности. В Рязанском медуниверситете я уже не первый раз и каждый раз встречаюсь с большим радушием. И каждый раз есть, что подчеркнуть нового, поделиться каким-то своим опытом. Мы активно сотрудничаем с ребятами волонтерами-медиками из Рязани и постоянно обмениваемся опытом. И каждый раз нам есть, что друг другу рассказать. И довольно свежая информация. Всегда мы ей делимся и пытаемся использовать именно в своем регионе. Это хороший манипуляционный центр и хотелось бы показать свои навыки здесь. Так как мы, город Кострома, он очень маленький, а Рязань большой город, и нужен обмен опытом, ну очень интересно. Все эти ребята, независимо от того, из какого города приехали и на какой специальности учатся, уже сейчас посвящают себя заботе о других. Они уверяют, стать добровольцем-медиком может любой желающий, при этом не обязательно специальное образование. Уделить внимание нуждающемуся может. У каждой главный залог успеха, доброе сердце и неравнодушный характер. Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязанка Юлия Маликова поборется за титул лучшей «Слинга-мама России». 30 сентября в городе Новороссийский пройдет финал конкурса «Слинга-мама России-2018». Финалистки проявят себя в различных заданиях, дефиле, творческое задание, интеллектуальный конкурс и конкурс намоток слингов. Что примечательно, все участницы будут выполнять задания вместе со своими малышами в слингах. На то, чтобы намотать слинг на всероссийском конкурсе «Слинга-мама-2018» дается две минуты. Вначале, конечно, оценивается качество. После этого судьи обращают внимание на время. Юлия сейчас завязывает одну из самых популярных намоток. Юлия попыталась вспомнить все способы намоток слинг, которые знает. Насчитала 10. И у каждой есть свои особенности. Некоторые завязываются на боку, другие на животе. Существуют и те, которые можно завязать на спине. Слинг начала пользоваться довольно поздно, только со вторым ребенком. И сейчас об этом крайне жалею, потому что можно было уже намного раньше освободить себе руки. Мне хотелось просто уже прервать свои серые будни, скажем так, декретные. Обрести какую-то мобильность, самостоятельность. Это очень удобно. Руки всегда свободны. То есть я вот ее посадила и могу делать домашние дела. А дел у Юлии много. Вместе с годовалой Варварой она ходит на фитнес, занимается домашними делами. А также она основатель клуба инженерного творчества «Рабашкола». Девушка ведет занятия вместе с дочкой. Кстати, именно из своей работы она подчеркнула идею для творческого номера на всероссийский конкурс «Слингомама-2018». Это один из этапов будущих соревнований. Всего предстоит посостязаться еще в трех номинациях. Визитка-дефиле, скоростная намотка слинга и интеллектуальный конкурс. Поэтому сейчас Юлия усердно готовится. А родные ее поддерживают. Термин «Слинг» пришел из Англии. На русском он звучит как перевязь. Даже в Древней Руси детей носили в подоле, то есть в переднике. А в настоящее время слинги плотно вошли в жизнь современных мам. Существуют даже клубы «Слингомам», в которых девушки делятся своими знаниями. А также они неоднократно устраивают разные танцевальные флешмобы. Всероссийский конкурс «Слингомама-2018» пройдет 30 сентября. Юлия уже стала вице-слингомамой на региональном этапе конкурса. Теперь ей предстоит отстоять титул на всероссийском уровне. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин